Снежные просторы и мороз трескучие, зимой и радости сезонные. Многим хочется надеть пушистые варежки, утеплиться и отправиться кататься с горки или просто гулять на свежем воздухе. Можно еще интереснее провести зимние выходные, например, познакомиться с обитателями питомника «Ладный стан». Татьяна Сметанкина вместе с супругом Юрием и дочерью Василисы заботится о пушистых друзьях. Карии, васильковые, янтарные, двухцветные – эти умные глаза смотрят на каждого гостя с интересом и желанием подружиться. В начале занимались немецкими овчарками, потому что Юра работала в питомнике УВД. Лучше немцев только немцы. В дрессировке, в психике. Но в свое время все собаки на выставках про красоте не могут быть чемпионами. Ему хотелось, чтобы были спортивные достижения. И мы решили перейти на хаски. Собрать шестерку собак для участия в соревнованиях. Всего в питомнике 67 собак. У каждой из них своя история. В ладный стан попадают животные, от которых отказались хозяева. Как часто бывает, поначалу люди очаровываются красотой северных щенят и воспринимают их как украшение для дома. Но эгоистичным хозяевам и в голову не приходит, что это очень активная и своенравная порода. Практически все питомцы ладного стана были когда-то преданы. Попутно продавали щенков, которые у нас были на тот момент. Потом пришло время, что у нас стали возвращаться щенки назад. У кого-то грядку любимую перекопали, у кого-то что-то еще произошло. Кто-то покупал как игрушку. И через полтора года у нас вернулись два наших ребенка назад. И мы приняли решение, что больше продавать щенков не будем, потому что люди безответственно к этому относятся. Дочь Татьяна Василиса тренирует собак. Она профессиональный каюр. Это человек, управляющий упряжкой ездовых собак. Собирать пушистый экипаж – целая наука. Важно иметь в виду физические данные и характер. Ну, все идет своевременно. Кто-то более послушный, кто-то более гиперактивный. Это как, в принципе, у детей. Кто-то быстрее усваивает информацию, у кого-то тяжелее, с кем-то надо быть понастойчивым. Не все однополые собаки могут вставать в пары. Кобель с кобелем, как и девочка с девочкой, редкость. В первой паре стоят самые умные собаки, которые умеют на отлично выполнять команды. Вторыми ставят спокойных, которые не затеют драку. А третья пара, как правило, самая крупная и выносливая. В упряжке шесть прелестных таски. А я впервые в жизни отправляюсь кататься на нарцах. Виктория Черкова, Сергей Худаков. Управда ТВ. Пошли! Пошли!